Что же приводит к депрессии? Мы сейчас говорим не о причинах, а о тех факторах, которые определяют возникновение депрессии. Депрессия – это такая мультифакториальная штука. Есть много моментов, которые на нее влияют. И физические, и психологические, и социальные факторы, и биологические. Ну вот, фактор риска – это стресс, когда человек находится в постоянных стрессовых условиях. Стресс может быть острый, может быть длительный. Когда мы говорим про эндогенную депрессию, я про это еще позже скажу, бывает, что наши коллеги-психиатры говорят, да, вот депрессия как будто сама по себе. Ничего подобного. Я еще ни разу не встречал пациента или клиента с депрессией, у которого не было бы какого-то стресса. Либо сейчас, либо в анамнезе. Там просто диагностика зависит от точки зрения. Что мы ищем, то и находим. Причем стресс может быть как такой мгновенный. И то, что мы признаем за стресс, например, смерть близкого, смена места жительства, потеря работы. Так может быть и длительный стресс, например, нахождение в условиях, когда у человека постоянный риск вылететь с работы. Когда высокая безработица, когда низкий уровень заработной платы, когда какие-то неудовлетворительные отношения в семье, например, или в рабочем коллективе. Человек вынужден просто там оставаться. Да, это же тоже длительный стресс, который чаще всего люди могут не замечать, не признавать, но он есть. Про женский пол я говорил. Женщин чаще, да. И опять вопрос. Почему так? Возможно, что просто у женщин чаще выявляют. Прямые физические факторы. Алкоголь.